Изменения в расчетах с САХом происходят традиционно в начале каждого летнего сезона, но касаются они далеко не всех, а только владельцев частных отелей и гостевых домов, которые после зимнего перерыва радушно распахивают двери для постояльцев и вывешивают таблички, свободные номера. На время так называемого высокого сезона коммерсанты по закону должны заключать дополнительные договоры на вывоз мусора, то есть платить фактически за тех людей, которые останавливаются у них. Алина Демерчан третий сезон сдает один из этажей своего дома отдыхающим, поэтому сотрудники САХа у нее в доме нежданными гостями не были. Если мусор не вывозится, конечно, весь вид теряется, и город, и все. Если мы приглашаем гостей, к нам приезжают люди, значит, мы должны красоту нашу показывать, правильно, со всех сторон. Я считаю, что это обязательно надо всем за чистостой следить. Для удобства коммерсантов коммунальная служба разработала несколько видов тарифа на вывоз мусора. Касаемо юридических лиц, осуществляющих сдачу жилья в наем, которые предоставляют гостиничные услуги, осуществляют торговлю сезонными курортными товарами, вариант первый – в случае наличия контейнера в зависимости от необходимости вывоза контейнера собственника. Касаемо физических лиц и предпринимателей, которые имеют гостевые дома, расчет может производиться и не имеют контейнеров, расчет может производиться из соотношения койко-мест. Летние тарифы ввели, когда в городе начали реализацию программы «Ноль отходов». Сегодня весь мусор сортируется и вывозится на полигоны за пределы побережья. Услуга не из дешевых, но именно так поступают почти на всех курортах с мировым именем. И более того, именно закрытие свалок и мусорных полигонов так ждали все жители Сочи. И то, что экология на курорте улучшается, замечают все отдыхающие, главные инвесторы. Но есть коммерсанты, которые не хотят оплачивать вывоз мусора в полном объеме. К примеру, в дом по адресу улица Богдана Хмельницкого, 66, сотрудники САХА приходят практически каждый день. Пытаются убедить владельца, что он должен заключить новый договор на вывоз мусора. Ведь, по сути, это не просто частный дом, а трехэтажная гостиница. И живут в ней не два человека, как значится по документам, а еще и туристы. С таким отношением к жилищному законодательству в городе мириться не намерены. В следующий раз в этот отель придут уже представители контролирующих органов, как возможно и в этот дом. На придомовой территории здесь расположились столовая, пекарня, магазин. Договор на мусор, по словам специалистов САХА, владелец предприятия заключил с другой организации. А вот мусор его работники выкидывают почему-то в контейнеры спецавтохозяйства. Кстати, с 1 июля вывозить бытовые отходы будут иметь право только лицензированные организации. Сегодня на курорте таких компаний только две. В наших контейнерах полностью лежали коробки из магазина. Была выкладка товара, я это сфотографировала. На свой контейнер есть. Однако, ваши сотрудники из магазина... Каждый неоплаченный килограмм мусора – прямые убытки САХА, которые в итоге ложатся бременем на бюджет города. Уже сейчас долги спецавтохозяйства приближаются к 70 миллионам рублей. Причин две. Люди не хотят оплачивать вывоз своего мусора, да и расчеты нормы накопления твердых бытовых отходов сильно устарели. Этот вывод был сделан мэрией курорта на основе данных многомесячного мониторинга, который проводили специалисты одного из московских НИИ. Они посчитали, что люди стали больше выбрасывать упаковок и одноразовой тары. В новую норму заложили и вывоз крупногабаритного мусора, техники, мебели. Это раньше не учитывалось. Кстати, последний раз норму меняли в 2004 году. Согласно постановлению администрации города Сочи, с 1 августа у нас изменяется норма накопления на одного человека в год. Раньше она у нас была 2 куба, сейчас на 3,7 куба в год на человека. В связи с этим возможно изменение оплаты. Первые квитанции с новым тарифом горожанам должны прийти в сентябре. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».